МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С точки зрения экономики, наполняемости бюджета, частные предприятия, например, жалуются, что выручка упала, сумасшедшие какие-то суммы называются, вплоть до 80%. Как пережили этот год муниципальные компании? Муниципальные компании, на сегодняшний день у нас их 11 штук, муниципальных предприятий. Было 15. Одно ликвидировано муниципальная недвижимость и три реорганизованы методом присоединения к действующим компаниям. Была проведена оценка эффективности деятельности компании. Шесть были признаны эффективными и пять неэффективными. Но из 11 компаний 9, вот сейчас, за 9 месяцев текущего года, отчитались о прибыли. Она может быть и минимальна, но, тем не менее, это компании прибыльные. Что в этом плане хочется сказать? Что перспективы в муниципальных компаниях, они достаточно сложные. Дело в том, что тот же закон федеральный, который требует отказаться к 2025 году от муниципальных компаний, либо приватизировать их, либо акционировать, есть такая форма, что в принципе та же самая приватизация. Поэтому сложно работать в этом направлении. Но, одно могу сказать точно, что подход каждой муниципальной компании должен быть индивидуальным. Не обязательно всех акционировать, или всех распродать, или всех сдать в аренду. То есть, с каждым муниципальным предприятием необходимо будет разбираться отдельно. Я всегда считал, что муниципальным компаниям трудно работать, особенно на конкурентном рынке, там, где они не монополисты, просто в силу даже налогообложения. Тот же самый федеральный закон, допустим, запрещает муниципальным компаниям работать на упрощенной системе налогообложения, то есть минимизировать налоги. Эта тема уже достаточно давно идет, и поэтому, хотя бы только из-за этого, уже в конкурентной среде им работать трудно. Те же предприниматели, индивидуальные предприниматели, юридические лица, они более эффективны в налоговом плане, прежде всего. Слушайте, Виталий Петрович, но все-таки, наверное, главная задача муниципальных компаний, это не конкуренция, это не прибыль, это решение социальных вопросов. Взять те же муниципальные рынки, взять тот же общественный транспорт. Естественно, когда речь заходит о потенциальной возможности акционирования или приватизации, люди начинают пугаться, что они останутся без дешевых услуг. Вот тут вы, так сказать, сразу же выражаете вот это самое противоречие. Давайте вернемся к тем же муниципальным рынкам. Насколько они выполняют социальную функцию и какую? Вот вы можете мне сказать? Ну, самое банальное, это, например, предоставление на льготных условиях мест для садоводов, для каких-то фермеров, которые могут привозить свою продукцию и продавать ее дешевле населения. Сколько человек осчастливлено вот этой вот льготной арендой? Ну, я не знаю, сколько. Это уже, наверное, вопрос к руководству муниципальных рынков, как они допускают или создают условия. Это первый вопрос. 18, 20, 50, так сказать, цифра достаточно неизвестная. Второй вопрос. Кто эти счастливчики? Кто принимает решение? Этому дам, этому не дам. Кто принимает это решение? Ну, вероятно, руководитель предприятия. Вот уже первый коррупциогенный фактор, да? Вы со мной согласны? И я считаю, что это не социальная функция. Более того, в 131 законе эта функция, как содержание муниципальных рынков, она абсолютно не отражена. В городах миллионников практически нет муниципальных рынков. Да не практически, а нет. Вот Волгоград, я не помню, он не муниципальный город. Там один рынок в центре города, поэтому вот он остался муниципальный. А в остальных городах нет муниципальных рынков. Как таковых их вообще нет. На сегодняшний день муниципальные рынки хотят попросить деньги. Они прибыльны. Ну вот, прибыльны, да? Но у них не хватает средств, допустим, на проведение капитального ремонта сетей, текущего ремонта, покрасить, побелить и так далее. И они за этими деньгами хотят обращаться в бюджет. Насколько это эффективно? И насколько это необходимо, бюджет? Мало того, что эти предприятия, не надо говорить про социальную функцию, давайте вообще... Почему? Давайте поговорим. Про эти 18 бабушек, которые получают, или там, или 10 ИПшников, которые получают льготные места. Или будем говорить про эти вот воскресные рынки. Да не вопрос. Если сдать в аренду рынки, в условиях аренды запросто можно написать, что по воскресеньям, по субботам те же рынки могут остаться. Запросто можно прописать те же там 18-20 мест льготных. Это не проблема, абсолютно. И я, допустим, за то, чтобы эти рынки сдать в аренду, обратите внимание, это компромиссное решение. Я не предлагаю их продать. То есть это останется муниципальным имуществом. И вместо того, чтобы просить деньги из бюджета, они будут приносить доход. Давайте отойдем от муниципальных рынков. У нас, как вы сказали, еще, по-моему, 15 муниципальных предприятий. 11. 11, в том числе, комбинат специальных услуг. У нас есть пассажирский автотранспорт. У нас есть тепловая компания. Что с ними? А я говорил, что в каждом случае должен быть индивидуальный подход. Комбинат специальных услуг – это вообще особое законодательство. Ну, сами понимаете, это связано, так сказать, с уходом из жизни людей и так далее. И, тем не менее, даже здесь. Почему КСУ стало убыточным? Потому что, банально, та же копка могилы – это была ее главной задачей. И больше никто к этому моменту не допускался. У ФАС это препятствие устранило. Сейчас все могут копать могилы. Все. КСУ потерял свою монополию. И в результате, так сказать, работать ему тяжело. А работать тяжело, опять же, не потому, что там бестолковые руководители. Система налогообложения, о которой я уже говорил. Либо платится 10% налогов, условно говоря, всех. Либо платится 30%. Но здесь тема абсолютно другая. И, скорее всего, я, во всяком случае, еще раз говорю, выражая свое собственное мнение, здесь придется заниматься дотацией. Потому что эта тема очень деликатная, очень сложная. И та же аренда какая-то, что подразумевает под собой зарабатывание денег, на этой теме, я думаю, она нелогична, как минимум. То, что касается тепловой компании, здесь тоже должен быть очень взвешенный и серьезный подход. Потому что это, извините меня, уже просто... Это тепло зимой. Да, это тепло зимой, да. Это те же льготы всем положенным категориям. Вот тут как раз вот эта социальная нагрузка, она, так сказать, имеет место быть. Поэтому надо, прежде всего, посмотреть опыт других регионов. Надо, прежде всего, поработать с теми ресурсами или теплогенерирующими организациями, которые работают в Омске. Посоветоваться, подумать и предложить наиболее выгодный вариант для города Омска. Но пока на сегодняшний день это, однозначно, тоже дотационное предприятие. То, что касается транспортников, я считаю, я давно этого добиваюсь, но никак, честно говоря, не могу получить. Но, вот честное слово, до конца избирательного срока я поставлю себе просто целью и задачу, чтобы администрация объяснила мне, какое количество муниципального транспорта нам необходимо. Я согласен, что тут тоже решение социальных проблем. Это, прежде всего, развоз людей из больших массовых мероприятий. Мы знаем, салюты на набережной, посещение театров, цирка и так далее, и тому подобное. Культурных учреждений вечером должны подойти автобусы, развести людей. Это социальная нагрузка, однозначно. Это те же самые льготы пенсионерам и так далее. Еще один немаловажный фактор, когда взбрыкивают предприниматели. Но это очень большая проблема. Согласен с вами. Предприниматели далеко не белые и пушистые. И все отдавать им на откуп, конечно, нельзя. Поэтому я хочу знать, какое количество нам необходимо транспорта, чтобы выполнять те функции, о которых мы с вами только что переговорили. Чтобы подстраховать недобросовестного предпринимателя, наказать его, чтобы провести развоз населения и так далее. И, в конце концов, чтобы действовать в случае мобилизационной готовности. Это тоже немаловажный фактор. То, что касается электротранспорта, тут сомнений нет, ничего трогать нельзя. А вот то, что касается колесного транспорта, надо разобраться. Надо нам 600 автобусов или нам достаточно для тех функций, еще раз скажу, которые мы перечислили, 200. Тогда, соответственно, идет и другая компенсация из бюджета. Не миллиард, допустим, а те же самые 500 миллионов. Согласитесь, разница есть. Вы сказали, что предприниматели совсем не белые и пушистые, но, тем не менее, это такой очень серьезный источник доходов для бюджета. В этом году, в связи с пандемией, многие очень жалуются, что идет падение доходов. Как это отразилось на бюджете? И какие меры предусматривает администрация, горсовет в поддержку предпринимателей в этом году? И придут ли они на следующий год? Ну, эти меры, они определены, и они работают до конца особого положения, связанного с пандемией. Это та же льгота по аренде муниципального имущества, это рассрочка та же самая, субсидирование. То есть, все эти меры поддержки, они определены. Я хотел бы другой момент отметить, что, когда мы принимали эти меры по поддержке предпринимательства, все усиленно считали потери бюджета, которые в этом случае произойдут. Нас пугали этими вопросами. Так вот, на сегодняшний день, в принципе, бюджет выполняется с профицитом. Я имею в виду не профицит вообще, а статьи, за которые непосредственно бюджет отвечает, то есть, это наши собственные доходы, налоговые и неналоговые, та же арендная плата. Так вот, они перевыполнены. Как так получилось? Вы знаете, даже не хочу сейчас разбираться в причинах. Это говорит о том, что мы, ну, наверное, что-то где-то неправильно просчитали. Кроме того, это говорит о том, что возросла сознательность тех же самых предпринимателей. Ведь для того, чтобы получить льготу, он не должен быть должником по налогам, там, по задолженности по арендной плате и так далее. Это тоже сыграло свою стабилизирующую роль. Поэтому я считаю, что возможны дополнительные меры поддержки предпринимательства. Потому что, как показывает опыт, бюджет не страдает. Более того, даже получается, что бюджет зарабатывает больше. Но, кроме этого, я хотел бы привести еще такой вот интересный пример. У нас появилась в регионе особая экономическая зона «Авангард». Я считаю, что это очень немаловажный фактор развития промышленности будет нашей. Тем более, что этот кластер, скажем так, нефтехимической направленности. Туда заявляются достаточно мощные предприятия «Газпромнефть» и «Титан». И наши местные другие предприниматели тоже достаточно крупные. Нечто подобное, особое экономическое необходимость сделать и в городе. Причем для поддержки именно малого и среднего предпринимательства. И вот тут уже предприниматели должны определиться, что для них в этом плане будет важнее. Айти, промышленные, шиномонтажки, медицинские услуги и так далее. Пусть они определятся. И вот совместно с ними мы бы и решили этот вопрос. Я бы хочу сказать, что это подействовало бы не просто на экономику города, но это бы еще и подействовало на ту самую большую проблему оттока населения. Потому что уезжают в основном именно представители малого бизнеса. Что скрывать в погоне за большим рублем, за большей финансовой и экономической свободой. Так вот если эту финансовую и экономическую свободу здесь предоставить им в Омске, то они наверняка останутся. Слушайте, ну уезжают ведь не только за более длинным рублем, но еще одна есть такая социальная составляющая, отсутствие комфорта в городе. Вот в этом направлении что делается? Ну вот тут это конечно, как это было у классиков, да? Бытие определяет сознание, да? Хотя отец моего товарища говорил, бытие определяет сознание. Ну тем не менее, если убрать шутки в сторону, с вами трудно не согласиться, что комфорт проживания он тоже безусловно важен. И я считаю, что в этом направлении город делает достаточно большое количество шагов. Если взять глобально, регионы, города, да, то допустим существует 11 федеральных программ различных. Регион участвует в 9 из 11. Не такое далекое прошлое было, из тех же 11 участвовали в 2. А задача-то простая и банальная, заставить правительство оформлять документы вовремя, изыскивать необходимые средства, и муниципалитет в том числе, причем финансирование муниципалитета минимальное, тогда ты получишь все это финансирование. Так вот, возвращаясь к глобальных уровням, на наши муниципальные, вот эти программы, особенно то, что касается комфортной городской среды, безопасный город, и ее под программу комфортная городская среда, город активно участвует в этом плане. Здесь можно выделить два направления, и это и работа во дворах, и так называемые общественные места наши. Вы знаете, во дворах достаточно сложно работать, тут тонкая грань, не всегда бюджет имеет возможность финансировать мероприятия в каком-то отдельном дворе. Под прикрытием программы можно. Использовано порядка 55, по-моему, миллионов рублей, если мне память не изменяет. Это мало, это катастрофически мало, поэтому, я предполагаю, сделан упор на общественные территории. Таких у нас было 9 в этом году. Причем в 6 было, они закончены эти этапы, как правило, первые этапы. В 3 они должны быть закончены в этом году, вот до Нового года все это должно быть закончено. Более того, председатель горсовета совместно со своими заместителями в оказании помощи администрации города проехал по основным, вот этим, в том числе общественным территориям, посмотрели, как это дело развивается. Это и красная звезда, первой красной звезды в Порто-Артуре, и в районе улицы Кирова, и строительство детского садика посетили. И, в общем-то, ситуация радует. Во всяком случае, внешне, понятно, что мы фундаменты скрытой работы не проверяли, но то, что сделано, это вселяет уверенность. На следующий год программа также проработана. Да, планы на следующий год. То, что касается и дворов, в этот я, с вашего позволения, не буду изображать из себя вундеркинда. Я, конечно, справочные данные некоторые подготовил. И поэтому хочу сказать, что у нас предусмотрены и развитие пешеходной инфраструктуры, в основном в секторе индивидуальной живой застройки. Там же предусмотрено мероприятие по освещению улиц, причем достаточно большой упор по сравнению с прошлыми годами делается. Именно на это будут и рабочие, и Пушкинский тракт, и Любинский, и Новоалександровский. То есть во всех этих направлениях будут вестись работы. То, что касается общественных территорий, сейчас на память, конечно, не помню, но эти работы будут продолжены в объемах не меньших, чем в этом году. Если говорить в целом о работе городского совета в следующем году, на ваш взгляд, главные вызовы депутатам, главные задачи, которые надо будет решать? Вы знаете, мы пережили, так сказать, достаточно емкие на события, 21-й год, да? Здесь и выборы в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, здесь и выборы мэра в связи с уходом Оксаны Николаевны. В следующем году нам предстоят выборы муниципальные. Я думаю, что прежде всего для того, чтобы закончить достойно нашу работу в шестом созыве, необходима работа вдумчивая, прежде всего, спокойная и уверенная. Я думаю, что нас ждут определенные изменения в избирательной системе, и над ними нам надо будет поработать. Я думаю, что нас ждет особая работа по поддержке того же предпринимательства, вот эти особые экономические зоны и так далее. Кстати, об этом был разговор и на встрече губернатора с фракцией «Единая Россия», Омского городского совета, я имею в виду особую экономическую зону. Я думаю, что нас ждет дальнейшая работа по ремонту тех же дорожных полотен. Около 50 километров, по-моему, будет капитально отремонтировано. Я думаю, что мы должны будем в этом плане обратить внимание не только на наши автомобильные дороги, но и на наш электротранспорт, я имею в виду прежде всего трамваи. Потому что достаточно большая, практически вся часть пути проходит в зоне жилой застройки. И на сегодняшний день как-то не ограничивая уже скорость движения трамваев, но они просто шумно и грохочут просто потому, что полотно изношено. Сами рельсы вот такие волнистые, я уже не говорю в местах стыков, там просто обязательно происходит такой удар. И даже новые трамваи в этом плане не спасают. Поэтому, я думаю, здесь мы тоже должны будем обратить внимание, поискать какую-то федеральную программу, чтобы заняться ремонтом железнодорожного полотна, трамвайного полотна, я имею в виду. Ну и немаловажный вопрос, на мой взгляд, это развитие демократических институтов. Я все-таки постараюсь подготовить и подумать над тем, чтобы как можно больше развивать и привлекать инструмент референдумов во взаимоотношениях с нашими избирателями. И только в этом плане, опираясь на волю наших избирателей, мы сможем принимать взвешенные, грамотные и, самое главное, нужные решения. Спасибо большое. Спасибо. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире Омск ТВ. Продолжение следует...